Радио Болтком 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 одному любителю музыки, очень большому ценителю. Расскажи о своих дисках. Сколько у тебя их? У меня их несколько. Первый диск мы записали с моим братом родным, брат мой тоже гитарист, Евгений Пушкаренко. Это было очень давно. На самом деле мы еще учились в то время в музыкальном колледже. И первый диск назывался «Премьера». Там записана музыка для дуэта гитар. Уже в то время мы играли виртуозную музыку. Там Луиджи Бакерини, Бефалья, Короли, то есть известная классика, музыка русских композиторов. И дальше в последующий диск я записала в дуэте с моим супругом Андреем Суботиным. Вышло три диска. Русская музыка, классическая и латиноамериканская. Мы сделали программу очень интересную. Это все в одном диске или три диска? Это три диска. Три разных диска вышло. Они где-то с промежутком два года выходили. Мой сольный диск я записала в Южной Корее. Это было лет шесть назад. Меня пригласили туда с концертом. Они услышали мою игру и полностью проспонсировали в Сеуле запись этого диска. Очень такая дорогостоящая была студия с хорошим звуком. И вот там записан мой сольный альбом. Ну, знаешь, твоего супруга Андрей Суботина, это известный балалайшник российский. И вот у них с Екатериной Пушкаренко замечательный дуэт. И есть ли, например, понятный репертуар с русской музыкой, с балалайкой гитары? А вот латиноамериканская, классическая музыка. Что за произведение вы там играете? Это переложения наши собственные. Андрей делает переложения. И также я пишу тоже переложения. Аранжировки делаешь? Да, делаю переложения. Дефалия – испанский танец, например. Дальше Телеман, Соната, Штраус, Полька, Трик-трак. Такие сочинения классические. А из латиноамериканской музыки – это «Аси Веда», вот такие вещи, как «Маленький бразилец». Музыка «Астара Пиццола», кстати, прекрасно тоже на балалайке звучит. Интересно. Замечательно, да. Ну, кстати, Катя Пушкаренко пошла еще дальше. И вот в дуэте с Марией Моисеевой, который, кстати, я с удивлением обнаружила, что уже 20 лет исполнилось вашему дуэту, даже страшно предположить. Нет, не два. А ты знаешь, я прочитала в интернете, сколько, 10? 10, да, с 2011-го. Да, а я удивилась, думаю, что они с детского сада, что ли, играют. Нет, именно с 2011-го года, то есть получается 10 лет. Именно в этом году нам 10 лет. А в прессе, где-то я прочитала, именно 20 лет, и думаю, ну надо же, это не получается самый консерваторий, потому что, в принципе, для нашего возраста уже 20 лет – это не так страшно. Да, это и возможно. И вот как раз этот дуэт замечательной Марии Моисеевой – это моя однокурсница по теории музыки в Московской консерватории, и они много играют с Екатериной Пушкаренко. И к ним присоединился вот Андрей Суботин, они сделали замечательную программу с русской музыкой. Ну, не только русская музыка, да? То есть у вас в Кускову вы как раз играли программу «Времена на все времена», да? Да, это были времена года Вивальди, Чайковского, очень интересная Астра Китсулы, кстати говоря, Астра Китсулы, которые писали как раз «Времена года». Очень интересная программа, она, кстати, так тепло была принята, и мы думаем даже продолжить ее где-то еще предложить. Но на самом деле нас пригласили на Сахалин гастроли, именно Трилла. Но эти гастроли отложились, и получилось так, что мы играли эти программы в Москве, то есть они довольно хорошо уже обыграны. Вот ждем сейчас продолжение, наконец-то возобновились концерты, и, скорее всего, в мае состоятся наши концерты на Сахалине уже запланированы. Ну, кстати, в эту программу еще входят знаменитые валенки. Кто делал переложения, и пускается ли публика в пляс, когда вы это делаете? Вообще, честно говоря, не представляю. Конечно, была лайка и валенки – это, можно сказать, синонимы, а вот валенки и орган – это нечто. Там, надо сказать, Маша сделала очень интересное вступление, такое как фуга у нее идет. Она написала сама, очень интересно, в таком стиле, это ощущение, что начнется сейчас фуга. Что-то грандиозное такое. И вдруг мы вступаем вот на тему Ванина. Это неожиданно для публики, и в то же время это так… Те, кто не приобрели программку, они изумляются. Да, да, да. То есть мы играли это произведение без объявления, то есть сразу Маша вступает в вступление, такая фуга, и затем уже мы подключаемся, и вот тут уже такое удивление. Да, ну, кстати, Мария Моисеева, она действительно очень яркий теоретик, музыковед, и у нее диссертация, пока кандидатская диссертация по испанской органной музыке, и, конечно, она прекрасно совмещает в себе и теоретические, и музыковические знания, и органное исполнительство. Ты помнишь, Катя, когда был ваш первый концерт с органом? Начинала ты, мне кажется, не с Маши, начинала, наверное, ты с Олеси Кравченко. Это тоже моя однокурсница-органистка. Да, Лена, ты знаешь, мы начали именно с Машей. А, с Машей начали. Да, потом Маша ушла в декрет, и она мне предложила на замену Олесе. И какое-то время мы с Олесей действительно долго сотрудничали, все было замечательно, и потом Маша вернулась, и, конечно же, мы продолжили с Машей. Потому что у нас как-то уже сложилось, уже, вот так как мы друг друга очень хорошо понимали, чувствовали, на репетициях это было заметно. И мы решили все-таки, да, с Олесей, ну, у меня немножко не хватало, конечно, на два дуэта. Ну, конечно. Да, поэтому с Машей мы плотно-плотно сотрудничаем, да, регулярно, особенно до развития этой пандемии. Мы играли где-то, ну, раз в месяц. У нас, как правило, концерты были в соборах, вот, и совместные гастроли, и летали, да. Хотелось бы, чтобы, да, все восстановилось, и мы продолжили так же. Ну, у тебя, получается, три таких параллельно развивающихся линии. Дуэт с мужем, с Андреем Суботиным, дуэт с Машей, которая сейчас уже стала трио, и еще гитарные дуэты. Есть, может быть, еще какие-то направления твоей концертной деятельности? Ну, это сольные, конечно же, направления. То есть я много выступаю сольно. У меня есть тоже две программы разные. Это испанская музыка, кстати, очень люблю испанскую музыку. Есть сочинения русских композиторов, и есть программа классической музыки, именно композиторов Джулиани, Абуа, Досор, то есть академическая музыка. Ну, что мне ближе, как бы, по моему характеру, я бы сказала, наверное, испанская музыка. Сейчас я как раз выучила произведения Морена Торобе, Хакина Родриго, люблю музыку. И латиноамериканская музыка Астара Пиццолы. Очень мне нравится танго играть. Вот такие произведения. Это оригинальное сочинение для гитары Астара Пиццолы? Вот нет. Астара Пиццолы написал оригинальное, у него есть для двух гитар сочинение, это танго-сюита, только одно. И есть у него концерт для гитары и бандериона, оригинальный двойной концерт. А в основном это переложение, конечно же. То есть музыка для аквентета написана, оригинальную гитару, она прекрасно ложится. То есть те же самые времена года, весна, бойная царь, селета, все это я играю, и оно замечательно ложится на гитару. Соло. Здесь приложение Ода Асад сделал, это бразильский гитарист, да, бразильский гитарист, он сделал прекрасное приложение, и оно сейчас очень популярно, его многие играют. Вот именно времена года в Буэнос-Айресе. Времена года в Буэнос-Айресе, ты имеешь в виду прям сольная гитара звучит? Да, 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 да. Именно для слова гитара, да. Ну, кстати, расскажи нашим слушателям о гитаре. То есть есть семиструнная гитара, есть шестиструнная, какая у тебя, какая вообще у классических гитаристов гитара? Я играю на шестиструнной гитаре. Инструмент, как бы, в России 200 лет гитаре, так можно сказать, да. То есть гитара достаточно поздно пришла в нашу страну. То есть она развивалась в Европе, в Испании. Сразу гитара была четырехструнная и представлялась собой, струны представляли себе как бы два хоры, как бы двойные струны. Ну, стоит сказать, что в Европе, конечно, это не 200 лет, это инструмент еще в античности, встречался один из самых древнейших инструментов гитары. Да, да, да. Это только в Россию он поздно появился. Именно в Россию, я сказала, что 200 лет, как в России. А в Европе, конечно же, он развивался с, ну, можно сказать, что пять столетий. То есть до этого это были инструменты, ну, не совсем гитары, это были ситары какие-то там, похожие на гитарные инструменты, струно-щипковые, да. Можно сказать, что до нашей эры есть барельефы, где с изображением вот этих вот инструментов, да, струно-щипковых, трехструнные с грифами, да. А вот именно как инструмент, как гитара, он начал развиваться в Испании, во Франции. Это 15-й, 14-й век, то есть на гитаре было четырех струн, затем добавили еще одну струну, пятиструнная гитара стала. И где-то уже на рубеже 16-17-го появляется шестая струна. То есть добавляют шестую струну, и вот в том виде, в котором она сейчас существует, где-то с 17-го века примерно. Ну и параллельно развивается лютня. То есть как бы два... Лютня – академический инструмент такой, да, салонный, вот, а гитара более такая светская, там, на ней играли что-то такое, да, а лютня – такой инструмент для вот гордов был, да, и оба инструмента развивались параллельно. Не то, чтобы лютня там вытеснила как-то гитару, такого не было, да. Ну, кстати, мне всегда удивляют гитаристы, глядя на их руки. Уникальный маникюр у всех гитаристов. Одна рука с длинными ногтями, а другая коротко подстрижена. И, конечно, удивляют мужчины-гитаристы, но также, наверное, и у девушек, правильно? То есть одна рука с маникюром, вторая без. Да, это, кстати, можно определить так, гитариста, да? Да, да, да. То есть у нас на правой руке ногти, а на левой у нас мозоли вообще. Да. Если у музыкантов, которые занимаются. Конечно, да, и у нас определенная заточка, определенные пилочки, которые шлифовки, и нужно создать определенную форму. То есть это целая тоже наука, можно сказать, чтобы извлекать звук правильно, и ноготь должен быть в правильной форме. А когда это все стало так вот использоваться? Это как бы ноу-хау такой 21 века, или это все-таки уже такая традиция, что на руке, которая как бы перебирает струны, должны быть ногти длинные? Действительно, в 19 веке играли без ногтей. Это правда. И даже Франциско Таро, известный композитор, испанский основоположник школы, он играл еще приверженность, был без ногтевого способа игры, потому что ему казалось, что ноготь дает острое звучание. Згонкое, да? И использовал подушечку. Но потом все-таки его последователи, ученики, там, Мигель Леобет и другие, уже стали, Андрес и Гови, там, впоследствии, естественно, стали использовать ноготь. Для чего? Чтобы облегчить скольжение по струне, да, и скорость, конечно же, возросла. То есть вот с такой техникой игры с ногтем, конечно же, скорость возросла. Звук тоже при помощи заточки правильной и при помощи пилки, которая шлифует, звук достигается в довольно мягких объемных. Вот у многих инструментов есть композитор, например, композитор Иоганн Себастьян Бах писал почти для всех инструментов, но за исключением гитары. Да, то есть и для каждого инструмента есть характерные композиторы, которые известны именно в узком кругу, например, органистов. Это Луи Вьерн, Шарль Мария Видор. У скрипачей тоже это Сарахсаты, Винявские, да, то есть, так сходу сложно. Какие композиторы, вот именно гитарные, которые известны в вашем кругу, в кругу гитаристов и любителей гитарной музыки? Ну, конечно же, такие есть, да. Это Каспар Мерц, например, в Австрии был. Он очень известный, очень виртуозный гитарист. Он играл на десятиструнной гитаре, использовал десятиструнную гитару. Прекрасные его венгерские рапсодии, я с удовольствием играю. Он написал музыку под впечатлением музыки ференцилиста. То есть в то время стали популярны жанры рапсодий. Дальше композиторы Франции, там, Наполеон Хос, там, Мауро Джульяни, Италия, Корули. Вот такие имена, конечно, они больше, да, среди гитаристов, но мы стараемся как бы это популяризировать. И люди, которые ходят на концерты, они эту музыку уже начинают знать. Да. И даже просят меня иногда исполнить то или иное произведение. Ну, конечно, не знаю, «Поспоминания Бальгамбри», «Франциско Тараги», там, все знают, да, и такие имена. То есть есть произведения, которые очень известны. И вот эти композиторы благодаря этим сочинениям становятся известны. Даже вот фирма «Нокио» позаимствовала, да, мелодию из гранд-вальса «Франциско Тараги». Вот эту тему позаимствовала как раз из гранд-вальса «Франциско Тараги». Из музыки, из его вальса. Стал такой. Может быть, это гитар, кто-то не знает. Да, я думаю, что мало кто знает. Я, например, тоже не знала. Да, вот это музыка «Франциско Тараги». То есть там есть два раза эта тема проходит в вальсе, и вот ее заинствовали. Какой интересный факт. Действительно интересный. Гитара, в принципе, и сейчас до сих пор сохраняется как бы с собой такой интимный, камерный, салонный инструмент. И особенно, конечно, это было и в XIX веке. Но в то же время, именно в наше время, гитаристы выходят уже на большие сцены, в большие залы. Гитара сама звучит или с подзвучкой? Благодаря конструкции, то есть, ну, если так немножко даться в истории, то конструкцию вот эту разработал Торрес, такой мастер испанский, да, уже привел гитару в тот вид, в котором она сейчас находится, середина XIX века. Вот. И до этого инструменты были меньше по форме, то есть они были более камерные и звучали более камерно. А вот с развитием вот этой конструкции Торрес, Антонио Торрес, он ввел, то есть размер инструмента увеличил, за счет этого увеличилась громкость. И в середине у нас семь пружин, насходящихся, тоже за счет этого идет, то есть мощь и громкость инструмента. Сейчас уже тоже стали делать такие гитары, которые позволяют акустически звучать в больших залах. Когда я была на гастролях в Китае, там у меня было пять концертов, я играла в огромном зале на 2000 мест. Не поверишь, микрофон не понадобился. То есть настолько прекрасная, трехпрекрасная акустика, старое здание, и все слышно. То есть сказали, не нужна подзвучка. То есть прекрасно слышно. Еще, конечно же, ценится именно акустическое звучание. Все равно микрофон, он убирает какие-то тонкости, тембр убирает, что-то привносит такое ненастоящее. А вот именно акустический звук, он теплота инструмента. Передается тембр, передается душа. И, конечно, я тоже люблю играть именно в акустических залах, где не требуется микрофон. Но есть такие залы, когда, конечно, нельзя дойтись без микрофона. А в дуэтах, кстати, вот с органом, мы иногда не используем тоже микрофон. Надо сказать, в Кусково прекрасно все слышно на фестивале, когда мы играем. Прекрасно все слышно, то есть микрофон абсолютно не нужен. То есть все озвучено. Есть какие-то залы, которые просто менее акустические, то тогда, конечно, некуда деваться. В принципе, гитара может озвучить даже большой зал. Вот уже это проверено, да. На гитаре начинают заниматься дети, наверное, одни по возрасту, самые взрослые, да? То есть вплоть до того, что в 11 лет. Есть даже случаи в 15 лет начинают. Во сколько лет ты начала играть на гитаре? Я начала, надо сказать, что моим первым инструментом было фортепиано. В то время было популярно фортепиано, и мои родители, в частности отец, меня отдал в 5 лет очень радо. Я занималась, помню, что у меня была учительница, которая всегда была недовольна моей постановкой рук, и у неё на руке было такое кольцо с часами, очень необычное. Я всё время с ними наблюдала, вместо того, чтобы наблюдать, как нужно поставить пальцы. Это меня очень отвлекало. Я помню, что это мешало мне сосредоточиться. И она сказала, что может быть рано, может быть это не мой инструмент, но через год занятий папа предложил сделать перерыв, потому что как бы действительно не очень пошло. То есть я была немножко такая баловная и не усидчивая. И прошёл год, и мой брат начал заниматься на гитаре. Он меня был младше на год. Я услышала и подумала, что может быть тоже мне будет это интересно, потому что он уже научился каким-то элементам, какие-то небольшие пьески начал играть. И я тоже этим как бы заразилась, поуслышала, и начала, и действительно пошло. Где-то начиная с 7-8 лет, уже гитару из рук не выпускала. Довольно рано, можно сказать. Получается, да, достаточно рано среди других органистов. Да, да. Органистов. У меня всё органисты, конечно, гитаристов. Довольно рано. Сейчас уже нет такого, что там 7, это нельзя, потому что инструмент большой. Сейчас есть маленькие гитары. А в то время не было, кстати говоря, маленьких инструментов. Я начинала на большой гитаре. И это было не очень удобно для маленькой руки, но тем не менее, то есть настолько было желание научиться, что даже это не помешало. А сейчас дети учатся с 6 лет, с 7, это как бы оптимально даже считается. И вот этот маленький небольшой инструмент, он даёт возможность, кстати говоря, и руки правильно поставить. То есть вот это 1, 2, 2, 3 гитары, то есть есть размеры. Так же, как у скрипки, да, то есть там, начиная с 32, 16, 8, и потом уже. Да, да, да. А сейчас, тогда в моё время такого не было. То есть это была большая редкость. Мне кажется, даже не производили. Но, по крайней мере, в нашей стране это не было распространено. То есть я училась сразу на большой гитаре. Большая конкуренция среди гитаристов. Много ли у тебя концертирующих коллег? Или всем хватает работы? Я думаю, что когда я начинала, было гораздо меньше. А вот период, как раз мой возраст, какая-то новая волна гитаристов пошла. Во-первых, очень вырос уровень в нашей стране. За последние 20 лет уровень гитары очень сильно поднялся. Благодаря, может быть, тому, что стал обмен с Западом. То есть стали гитаристы приезжать с концертами, с мастер-классами больше. Этого стало больше. И вот начиная, кстати, с 2000-х, наверное, годов, очень поднялся уровень. Наши гитаристы стали побеждать на престижных конкурсах. Там GFA, там, не знаю, Бени Касими. Испанские конкурсы очень известные выигрывались. И можно сказать, что гитара в России вышла на мировой уровень. Такого класса гитаристы стали у нас в нашей стране. Кто тебе из твоих российских коллег импонирует как музыкант? С кем ты дружишь? Я не знаю, фамилии кого-нибудь не назову, обидятся. Вот так сразу все говорят. Назови хоть одного. Ну, их достаточно много. Надо сказать, что и сейчас поколение и девушек-гитаристок очень сильное. То есть раньше такого не было. Когда я побеждала в конкурсах, были одни мальчики. У тебя было преимущество. Да. Красивые волосы, красивое платье, выходишь на сцену. Это, как говорил Юрий Абрамович Башмет на конкурсе альтистов. Девушка заняла второе место. Он говорит, она вышла такая красивая на сцену. У нее было такое промочительное платье. Мне захотелось посмотреть, в каком она платье выйдет во втором туре. И так девушка дошла до финала и получила второе место. Ну да. Нет, ну это, конечно, не умаляет ее профессиональных качеств, но просто в этом смысле есть преимущество. Ну и есть определенное воздействие. Но мне надо сказать, что в то время выступала в брюках. Мне было удобно в брюках. У меня был строгий брючный костюм. Я, может быть, была скучной с мальчиком даже. То есть я как раз этим не козыряла. А действительно очень виртуозно владела. Здесь много частовые занятия. У нас был даже график занятий. Отец нам построил. То есть у нас 4 часа утром, 4 часа вечером. То есть это было, вот когда свободный день, это было 8 часов. Действительно, и когда подготовка была каким-то там конкурсом, это была действительно очень такая серьезная работа проводилась. Слушай, а отец у вас музыкант тоже, если он прям так грамотно выстраивал вам график? Да, да, папа был, к сожалению, уже нет с нами. Он был гитарист, да. А, тоже гитарист. Работал, преподавал в школе, да. Я родилась в городе Иркутске, надо сказать. Даже, да, вот я когда-то хотела спросить, что ты не москвичка совсем. В городе, да, очень интеллектуальная интеллигенция, очень намного проживает. И папа преподавал в школе музыкальной, в колледже. Затем и еще являлся солистом филармонии. То есть он аккомпанировал певцам различным. И наш первый сольный концерт в филармонии с братом, надо сказать, состоялся в возрасте, брату было 9, мне 10. Очень-очень рано. Мы вышли дети, а на афише не было указано, что мы дети, там ученики школы. Просто Екатерина и Евгений Пушкарин. И зал, конечно, очень удивился. Папа так сделал. Это было после победы одного такого серьезного конкурса. Первое отделение мы играли соло, а все второе отделение было посвящено ансамблю и трио. Мы играли еще трио. Очень интересный был концерт. И надо сказать, что это был такой отправная точка моей концертной жизни и стремление связать свою жизнь с гитарой именно с этого концерта. То есть она поняла, насколько все это серьезно. Это большая сцена, публика, цветы, все это. И мне это понравилось. Это очень понравилось. В 10-летнем возрасте, да, я была в полном восторге. Конечно, никакого волнения не было. Но в 10 лет я вспоминаю, что это было какое-то удовольствие. И ты взбешься на сцену. Да. И затем, конечно, был какой-то возраст, когда я осознала, осмыслила, что это ответственность большая. И какие-то возникли вот такие психологические, наверное, зажимы. Но с процессией концерта, когда у тебя практика, опыт, гастроли, концертов, все это накручивается, и совершенно другие ощущения. То есть ты выходишь с волнением, но оно волнение такого подъема, ощущение такого подъема. А в детстве, конечно, это оказалось просто какая-то радость, вырваться на сцену, что-то показать, что я умею. Ну вот после детства последовала академия. Почему Академия Маймонида, а не Академия Гнесиных, где почти все учатся, известные гитаристы? Гнесинское училище было. Если говорить о послед, о хронологии, как бы, да, моей творческой жизни, я могу рассказать, что связано оно еще с именем Виктора Козлова. Недавно он ушел из жизни, к сожалению, композитор, очень известный композитор. Он приехал к нам в город с концертом и сыграл свою музыку в то время, и мне очень нравилась его музыка. Я играла несколько произведений его, у нас был мастер-класс, ему очень понравилось, как мы играем, насколько свободно, насколько технично. И он действительно поговорил с отцом, сказал, что ребятам нужно учиться, а в Челябинске, он преподавал в Челябинске, там есть специальная школа, наподобие школы 11-летней в Москве, где дети учатся и музыкальные, и школьные предметы в одном учебном заведении. То есть не надо никуда идти, но уклонно музыкальные предметы. То есть теоретически, специальный инструмент, то есть все вот это мастер-классература, то есть уже подготовка идет к последней. Профессии. Да, да. И отец подумал, очень долго они с мамой решали этот вопрос, потому что это переезд, как это сделать. Довольно далеко Иркутска от Челябинска находится. И все-таки они решились на такой шаг. Мама жила с нами три года, и мы учились в специальном колледже при Челябинском высшем музыкальном училище имени Чайковского. Вот в этот колледж мы закончили его, было очень много конкурсов, концертов, мы стали даже солистами филармонии, то есть в то время дети, и мы играли концерты, вот в Челябинске филармонии у нас периодически мы уезжали, вот, сыграли концерты Екатеринбургской филармонии, да, довольно солидная. Да, 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 это, наверное, третья. Мой остров гитара, да. Вот, и затем, затем мы приняли решение, мама приняла решение вести нас в Москву, вот, это было после окончания уже школы, хотя, конечно же, Виктор Викторович очень был расстроен, вот так, очень сильно расстроен, потому что действительно много вложил, и благодаря ему, конечно же, мы поступили в Гнесинское музыкальное училище, то есть мы заняли два бюджетных места. Поступала на тот момент, это было два места, и как бы тоже был риск. То есть вы на одном курсе учились с братом? Да, 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 мы поступили на один курс, хотя у меня младше, так получилось, что в Челябинске я повторила класс, Виктор Викторович попросил, чтобы мы были вместе, играли вместе дуэта, он говорит, мне будет удобно с вами так заниматься. И седьмой класс я повторила, и мы оказались с братом в одном классе, так это случилось. И уже в Гнесинке мы пришли, а пришлось друг против друга, можно сказать, играть на конкурс, на поступлении, и мы больше никуда не подавали документы, потому что цель стояла поступить к определенным преподавателям и в определенные учебные заведения. И мама сказала, ну поступите, отлично, не поступите, значит поступите в следующем году. И действительно так получилось, что мы сыграли так, что клены комиссии, вот мне потом Александр Иосифович Винильский, очень известный тоже наш композитор, я у него училась как раз, сказал, что мы не знали даже, что ставить. То есть шесть или пять с плюсом он посмотрел, у цельной комиссии одного, вот, то есть настолько было это высший уровень всех остальных, что безоговорочно у нас приняли бюджетные места, вот, и два бюджетных места мы взяли. Было очень много поступающих, да, я помню, что где-то человек тридцать, если не больше. Да, фантастика. Ну а потом после училища почему не в Гнесинку? Просто я поступала, опять же, к определенному преподавателю. Мне хотелось улучшить мое звукоизвлечение, и мне очень нравилось качество звука Евгения Финкештейна. А Евгений Юрьевич преподает до сих пор, он сейчас профессор как раз Академии Маймонида. Вот, а в Гнесинке на тот момент был Фраучи, не очень часто он занимался со своими студентами. Но он был, да, больше занят своей деятельностью. Да, да, да. Поэтому, просто я поступала к преподавателю, поэтому выбрала не учебное заведение, а преподавателя, конечно. И не жили, и сколько, потому что действительно и выросло в плане понимания музыки, в плане звукоизвлечения, то есть очень большая, хорошая база. То есть все мои преподаватели, я им определенным образом обязана. Вот, два из них композитора и вот Евгений Юрьевич Финкештейн. Потрясающе, да. А приходил же он на твои концерты, как он? Сохранились у вас дружеские отношения? Естественно, мы сейчас даже совместно сидим в жюри в конкурсах. Наконец-то, кстати говоря, конкурсы возобновились. Вот, не так давно мы сидели в жюри. Конкурс «Хвала гитарей» был всероссийский. Сейчас я была в жюри конкурса «Кубок виртуозов». Уже тоже мы очно слушали. Такая большая радость общения с коллегами. Так что сейчас мы уже скорее коллеги, да, больше уже как коллеги общаемся, на совместных концертах встречаемся где-то, приглашая тоже куда-то в жюри. То есть вот как бы да, как коллеги сейчас. Когда ты сказал, наконец-то конкурсы, я думала, сейчас продолжишь, не возобновились, а скажешь, наконец-то, теперь я не сама играю в конкурсах, а принимаю, а как жюри конкурсы. Как фен-жюри, да. Фен-жюри. В скольких конкурсах ты приняла участие? Потому что я помню, когда я смотрела твою биографию для своего фестиваля «Органа вечера в Кусково», у тебя достаточно внушительный список. Да, даже я так не подсчитывала, ну где-то примерно 15-20 конкурсов за мою творческую активную деятельность. Это международные, всероссийские конкурсы, затем уже фестивали какие-то крупные. Но это довольно было активно в период обучения. То есть когда я училась, академия, вот это всё было очень-очень плотно, по нескольку конкурсов в год. Но надо сказать, что когда я училась, столько конкурсов не было. То есть сейчас это что-то необразимое, надо сказать, что каждый месяц проходит по 2-3 конкурса в нашей стране. То есть раньше к какому-то определённому конкурсу мы все готовились, то есть это был какой-то серьёзный, очень серьёзный конкурс, куда съезжались все. Мы знали друг друга, сейчас их стало больше. Но есть выбор, конечно, есть выбор, можно поучаствовать, выбирать можно. Не знаю, насколько это плюс-минус. Ну, наверное, должен быть баланс какой-то, да, участие. То есть не надо срываться на все. То есть чтобы расти, нужно выбирать какие-то определённые конкурсы, к ним готовить программу, но не играть её постоянно. Одну и ту же программу, чтобы расти, нужно её менять. Эту программу и выбирать конкурсы, конечно же. Вот такой совет мой. У всех органистов я, конечно, спрашиваю, какой любимый орган, а у скрипачей, ну, и ты первая гитаристка, на каком инструменте ты играешь? Какой у тебя мастер? Кстати, очень интересная история, она связана с поездкой к тебе, Лена. Да, я помню, помню, поэтому спрашиваю. Да, очень интересная история. До этого я играла на гитаре корейского мастера. Очень-очень много лет. Какого мастера? Корейского, ким хихонг. До поездки в Рибу как раз. Много лет с 2010 года этот инструмент мастер мне подарил на фестивале. Он услышал мою игру, настолько был восхищён. Я помню, что был какой-то концерт, что публика в конце хлопала стоя. Это был какой-то действительно удивительный концерт в Багитаргорске. И он там был как спонсор фестиваля, он инструмент свой дарил. Я была в жюри, и он этот инструмент презентовал победителю всего этого конкурса. Но услышав мою игру, я хочу, чтобы ты играл на мою инструменку. Ну, я хочу, хочу. Я как-то это не приняла так серьёзно на тот момент, потому что было много разных всяких у меня предложений, да, тоже мастера, кстати говоря, говорили, но инструменты как бы так не отдавали. А тут, значит, мастер говорит, я хочу подарить тебе гитару, значит, вот, хочу, чтобы ты играл на моем инструменте. И действительно через три месяца гитара пришла. Вот, я на ней долго, очень много лет, на самом деле, играла. Инструмент мне очень сильно нравился. И, надо сказать, что это хорошая реклама в России была. То есть после меня стали играть известные гитаристы на этом мастере, в том числе и профессор Нижегородской консерватории Владимир Митяков очень долго играл на инструменте. То есть я приехала с концертом в консерваторию, сыграла концерт, и студенты, и сам Владимир Николаевич подошёл, и после этого концерта он перешёл на гитару Кима. То есть настолько был впечатлён этим инструментом. Действительно, он и тембрально интересный. Я очень много видео на нём записала. У меня есть открытый YouTube, на нём записан. И, значит, даже не планировала смену гитары. Значит, приехала в Ригу. Потом у меня был концерт ещё в Юрмале, в школе Володя Кудрин организовала там встречу. Был прекрасный мастер-класс. Я позанималась с ребятами. И мне написал мастер из Вильнюса, Макс Цукер. Написал, что я хочу очень попасть на ваш концерт. Юрмале он как раз планировал. Мы уже списались, договорились. Но обстоятельства какие-то сложились, что он не попал на этот концерт. А я посмотрела его инструмент. Как раз он был у Володи Кудрин. Вот он играет на его инструменте. Мне очень понравилось. Я написала, я говорю, настолько потрясена вашим инструментом. Он необычно звучит, не так, как моя гитара, другой тембр. Действительно, для определённой музыки возможно, что как раз эта гитара, она такая романтическая, то есть она очень певучая, она подходит. И он мне написал, а давай я тебе сделаю такую гитару без всяких обязательств. Тебе понравится, вот возьмёшь. Обычно это как заказ инструмента, предоплата. Да, тут я тебе просто без всяких обязательств приедешь. И в тот год ещё так случилось, что действительно у меня родственники из Литвы. У меня бабушка Литовка, она родилась в Каунасе. И в тот год ей исполнялось 100 лет. И мне показалось, что это как какой-то знак. Она слышит, что мне нужно поехать, чтобы посетить опять же то самое место, где бабушка выросла, откуда её сослали, собственно, в Сибирь. Она из сосланных. И так случилось, что сложилась эта поездка. Я приехала к Максиму. Мне инструмент очень понравился. Я взяла эту гитару. И он с супругой меня свозил на то самое место, где вот бабушка жила, как раз откуда её выслали. Тоже это было впечатление для меня очень сильное. То есть я до сих пор вспоминаю. И думаю, как хорошо, что я посетила это место. И именно в 100-летие моей бабушке, которая исполнилась как раз в 2019 году, она 919 года рождения, 100 лет. И в этот год у меня появился инструмент литовского мастера. Я очень этому рада. И сейчас играю как раз на этой гитаре. Но второй инструмент тоже у меня есть. И моя не пропала. То есть два инструмента. Теперь я могу чуть давать. Некоторые гитаристы говорят, что берут с собой на гастроли два, а то и три инструмента. К сожалению, такой возможности нет. Это связано с перелётом и с тем, что Арафлот разрешает провоз действительно инструмента. Его нужно заранее заявить. Я боюсь, что второй инструмент мне бы не разрешили. Или надо его провозить в салоне. То есть уже платить как за место. Пока такой у меня, конечно, возможности нет. Но и в принципе, на одной гитаре я обхожусь. А в Москве играешь на двух гитарах? Один концерт или всё-таки на одном? Скорее на одном, да. Я их чередую, но именно на одном. Потому что тоже, в принципе, у меня как бы машина есть. Я могу привезти на два инструмента. Но мне, наверное, проще сосредоточиться. Наверное, всё-таки параметры немного разные. Там грифа. Да, всё-таки, наверное, я пока к такому не готова эксперименту. Да. Сразу играть надо ухать. Но, кстати, гитары, не только они отличаются, но ещё отличается посадка каждого гитариста. Особенно это заметно, когда играют гитарные дуэты. Один играет с подставкой, другой без подставки. Можешь как-то рассказать, в чём секрет и почему нет единый... Вот как пианисты всё-таки более-менее одинаково сидят. Скрипачи более-менее одинаково стоят. Кстати, хороший очень вопрос. Действительно, вот посадка гитариста, можно так немножко тоже углубиться в историю, тоже складывалась очень так поступенно. Например, Дионисия Агуада использовал специальный стенд, он играл стоя и ставил гитару на специальный такой стол. И гитара держалась в таких зажимах. И она вот так вот стоя играла, как бы приблизилась к этому стенду. Затем уже Франциско Тарага, испанский гитарист, использовала скамеречка, такая довольно низкая. Сейчас гитаристы играют, у них гриф поднят очень сильно, да? А вот раньше гитаристы довольно низко держали гитару, далеко ходить не нужно. Например, Андрес Сегови, да, у него гриф практически, я показываю, не знаю, не всем видно, горизонтально. Почти горизонтально, да. Да, да. А вот сейчас вот новое какое-то такое поветрие ближе к виолончильному, да, какому-то такому. Гриф идёт вверх. И, кстати, хочу сказать, что такая посадка может быть как-то связана с тем, что постановка рук стала чуть иначе. То есть, если раньше гитаристы держали более руку вот так прямо, Андрес Сегови, да, то сейчас гитаристы повернули, за счёт этого у нас улучшился тембр, качество инструмента, то есть повернули немного пальцы, объяснить, да. И более естественно стало. Да, естественное положение, то есть без вот этого поворота, да. Без вертикального поворота кисти, да. Да, да, вот запястье перестало вот здесь изломать от запястья, и оно стало более прямой. И, может быть, за счёт этого, то есть вот гриф пошёл вверх и стало удобнее играть. Вот, ну не знаю, скорость, беглость улучшилась. То есть стали качественнее играть. Гитаристы стали уже приближаться, вот, ну, если такие топовые, то это чистая игра, действительно чистая, без всяких признаков. Есть ещё у нас подставка, которая называется суппорт. Она крепится к инструменту. И для чего это сделано? Чтобы у вас спина, нога, когда не поднимается, да, то есть спина у вас ровна. А всё равно, когда идёт подставка, ну, небольшое какое-то там искребление, говорят, что есть. Ну, я не знаю, я настолько уже, кстати, играла и с суппортом, и с подставкой. И пришла к выводу, что устойчивое именно положение, и чтобы инструмент был более устойчив именно с подставкой. Потому что гитара лежит на коленке, да. А когда у вас суппорт, она всё-таки немножко гриф неустойчив. Она чуть-чуть вот так вот как бы болтается. Для меня, вот, может быть, кому-то, это, может быть, сугубо моё мнение такое, что баланс, именно я потеряла какое-то вот равновесие, и чувствовала себя не очень уверенно с суппортом. И вернувшись обратно на подставку, почему я ещё перешла на суппорт? Потому что у меня какие-то начались зажимы, связанные со спиной. Тут тоже были небольшие ошибки в посадке. И я потом это пересмотрела, и уже в Академии это случилось. И пришла к выводу, что мне нужно поиграть какое-то время с суппортом, из-за именно боли в спине. Какое-то время поиграла, и потом нашла положение удобное с подставкой, с обычной нашей, с ножной. И до сих пор играю, сейчас нет проблем. Вот тут, скорее, уже выбор тот, дети, вот, некоторые изначально учатся уже с суппортом, да, вот изначально. Смотришь, конкурсы уже, может быть, они так привыкают, им уже, они уже не знают, что такое с подставкой, им удобно. А кто переходит, тут уже сложности. Кто-то не переходит, то есть, как бы... Всё индивидуально. Вот, казалось бы, можно перейти, станет удобнее. Но вот нет, остались. У нас, к сожалению, заканчивается передача. Скажи, какой у тебя любимый композитор, может быть, есть любимое произведение. Буквально одна минутка у нас. Да, ну, вот, скорее, наверное, испанская музыка, я вот тяготею, наверное, скорее, это Хакин Родриго, вот, там музыка и гармонически интересна, и мелодически интересна. И тем более, что он был не гитарист сам, да, вот писал просто музыку, как он её слышал. То есть не отталкивался от позиций какие-то, у нас есть композиторы гитарные, которые немного позиционные, да, музыка такая. А здесь она такая именно академическая, хорошая музыка. Можно её даже сравнить с фортепианной музыкой, которую он тоже писал, и оркестровая прекрасная музыка. Но у нас, как бы, для гитары написано не так много сочинений Хакина Родриго. Скажу, что он был совершенно слепой композитор. В те годы он ослеп, вот, из-за болезни дифтеритом заболел и ослеп совершенно. И действительно писал, как он чувствовал, узко шла от его сердца. Да, знаменитый его концерт «Аранхуэс». И вторая часть написана на смерть его сына. И, кстати, эту запись можно послушать в исполнении Кати Пушкаренко, сегодняшней нашей гости. Дорогие друзья, к сожалению, на концерты пока ходить мы не можем, но можем слушать музыку замечательных музыкантов, как сегодняшней нашей гости Екатерины Пушкаренко. У неё есть свой канал в Ютубе. Подписывайтесь. И очень-очень много разных записей и сольных. И, как выяснилось, гитара и балалайка, трио-гитара-орган-балалайка. Слушайте и наслаждайтесь каждым днём. Катя, благодарю тебя за интересную беседу. До новых встреч. Спасибо, Лена. До новых встреч. Надеемся, что в Риге встретимся. Обязательно. До свидания, дорогие друзья. До свидания. Радио Болтком